Вашему вниманию представляется проект серверов RustHell. Сервера стоят на мощном хостинге, имеются все необходимые плагины для комфортной игры. Первый сервера Max 2, Raid X3, второй клановый, Raid X5. На проекте вас ждет отзывчивая адекватная администрация. Приятной игры! Vibe производится в 12 дня по МСК каждый четверг. Все ссылки на экране или в описании ролика. Всем привет, дорогие друзья! С вами Лего. И у нас сегодня вопросы и ответы по игре Last Day on Earth Survival. В общем-то, самая прикольная рубрика за неделю. Собирают все вопросы и разработчики отвечают на самые главные. Поэтому, если вопрос повторяется и нету его, допустим, в 13 выпуске на него ответ, значит, он был где-то в предыдущих выпусках. Поэтому, ребят, посмотрите, пожалуйста, предыдущие выпуски. У меня они тоже есть на канале. Посмотрите, чего вообще делают разрабы. Итак, с вас лайк, подписка, колокольчик. Поставил? Точно поставил. Ну, тогда поехали. Какие шансы выпадения у деталей? Очень часто задают вопрос о шансе дропа. По определенным причинам, связанным с неинтересными техническими деталями. Разработчики никогда не публикуют этих данных. Обычно их высчитывают сами игроки, выгружая статистики и данные, проводя собственные расчеты. Это не так просто, однако рано или поздно умельцы найдутся. Наверняка. Какие шансы выпадения у деталей? Я вам могу сказать точно. Сейчас падает пензобак намного лучше, чем в прошлые разы. А остальное, по идее, вообще нет никаких проблем выбить. Будут ли в игре другие способы переноса вещей, помимо транспорта и рюкзака? Если да, то какие? Большие объекты можно таскать в руках, а раненых друзей и захваченных в плен врагов на спине. Но, так как в игре их еще нет, увидеть эту механику вы пока не сможете. Ребята, это что-то наподобие Ark Survival Evolve. Кто играл, тот поймет. То есть, вы берете дубину или кулаки, оглушаете врага, потом кормите его специальными ягодами, которые заставляют человека спать, закидываете его в клетку и потом также усыпляете и подкармливаете, чтобы он не сдох. И выпытываете у него какую-то информацию. Вот, мне кажется, разработчики идут в эту сторону. Как вы собираетесь реализовать стул для пыток? Можно ли будет посадить туда сокла, на друга или себя самого? А также, чем и ради чего нам придется пытать жертву? Здесь все очень просто. Находишь выжившего, вырубаешь, несешь к себе на базу, оставляешь в комнате с железными стенами и пыточным стулом. Пытаешься, а, пытаешь, чтобы узнать, где его база. Кормишь, чтобы не умер. Вот я про что и говорил. С Ark Survival Evolve эта тема на самом деле взята, и там она очень-очень хорошо работает. Не знаю, как тут и как ты будешь пытать чувака, если он может просто выйти из игры и все. И в чате он, допустим, писать ничего не будет, он просто потом забьет игру. Я не знаю, как это будет выглядеть. Мне кажется, это все будет теститься опять на NPC, на компьютерных модельках. Добавите ли вы вкладки в режиме крафта, чтобы разделить одежду, станки, оружие? Это давно пора было сделать. Заходишь в вкладку броня, там станки, оружие, чтобы было как-то, ну, сортировка, чтобы какая-то была. Если хотите, добавим. Делитесь в комментариях, интересует ли вас такое нововведение. Ребят, напишите прямо сейчас комментарии. Они ведь тоже смотрят ролики на ютубе, поэтому если вы сейчас начнете спамить в комментарии, что нужно в первую очередь, мне кажется, на этом разработчики будут зацикливаться. Можно ли будет сделать вокруг дома ограду под напряжением, как в лагере контрабандистов? Ну, если мы введем генератор в пользование на домашней локации, то да, так сделать можно будет. Собираетесь ли вы вводить в игру что-то наподобие щита? Может быть, в тех концептах, что мы выкладывали, должно было промелькнуть подобное. Будут ли новогодние ивенты? Что-то интересное в честь праздника точно добавим. Конечно, в Новый год, ребят, по-любому. 100% во всех играх у себя уважающих. Если уж на Хэллоуин они сделали, на Новый год 100%. В России любят этот праздник. Как вы создаете звуки выстрелов, рычания зомби, звуки открывания и закрывания дверей и сундуков? По-разному. Что-то записываем, что-то миксуем и переделываем, чтобы получить уникальные звуки. Этим занимаются наши видеодизайнеры. Если интересно, можем как-нибудь рассказать о них подробнее. В Расте, кстати, чувак там был, я не помню, Берри его звали или как, он прямо приносил все это дело в офис и стучал этими штуками и делился впечатлениями, как он это ими стучал, как он все это дело записывал и что потом было на выходе. Я, когда это читал, я вообще офигевал. Не знаю, как здесь разработчики. Будет ли оружие после поломки автоматически заменяться на другое оружие из инвентаря, аналогично с хилками? Нет, не будет. А, ну понятное дело, знаете, в чем прикол? Когда вы нажимаете инвентарь или еще что-то, на вас есть шанс, что респается какой-то враг и он на вас бежит. Поэтому будьте бдительны. Лучше нажмите инвентарь и выйдите из него резко. Если никого нет, тогда спокойно лутайте. Обычно приходит какой-нибудь ВССник и убивает вас с трех выстрелов. Почему в газовой комнате плохой лут, несмотря на то, что самая труднодоступная часть бункера? В прошлом выпуске был вот такой вот вопрос, однако для него не хватило места в рубрике. Лут в газовой комнате примерно такой же, как и везде. Там может дропнуться огнестрельное оружие, одежда и даже купоны, включая красные. Конечно, место опасное, сами знаете, но только вам решать, стоит ли риск того. То есть все полностью делается на риске. Я, кстати, не переводил в Фейсбуке вопросы, поэтому я решил просто зайти в переводчик и посмотреть, что из этого получится. Поехали. Можем ли мы синхронизировать нашу учетную запись, допустим, с Фейсбук аккаунтом? У меня также есть, допустим, Android устройство и iOS устройство. И я не могу играть только на iOS. И я думаю, что это очень важно, когда многополитический режим попадет в игру. То есть люди хотят регаться с Фейсбука, типа хотят... Типа хотят... Неважно, откуда с Android ты играешь или с iOS, а хотят привязку к Фейсбуку? В настоящее время мы сосредоточены на обновлении, которое должно устранить существующие проблемы при сохранении данных. Мы знаем, что вы ждете новых событий и мест, но в основном мы работаем над некоторыми техническими проблемами. Мы добавим синхронизацию с Фейсбуком в одном из предстоящих обновлений. Но это не позволит вам играть с разных платформ. Для этой функции требуется больше времени для разработки. Понял. Я все-таки правильно реально понял. Ну а как это вы себе видите? Это получается нужно держать 4 базы, что ли? Вы захотели на Мейли поиграли, захотели на Фейсбуке поиграли, захотели на ВКонтакте. А телефон у вас iOS, допустим. То есть им наоборот нужно выбирать либо Android, iOS, либо выбирать другие базы. То есть там Мейл, Яндекс, я не знаю, Google, там Фейсбук, ВКонтакте. Зачем так упарываться? Мне кажется, им легче остать Android, iOS и все. Как мы все знаем, зомби убивают только одной пулей в голову. В будущем может ли вы сделать что-то похожее? Типа удачливый выстрел, там 10 или 20% выстрелов направляются прямо в голову, чтобы уничтожить зомби всего одним выстрелом. Кстати, прикольная тема. Последний день на Земле, это не шутер от первого лица, как вы представляете себе. Мы не думали о такой функции, но будем теперь думать. Ну может быть, типа как перк. О, у нас скорее всего будут прокачки скоро. То есть можно реально... Ну прикиньте, это типа такой вы берсеркер, удачливый чувак. Вы стреляете в чувака, если будет онлайн. И у вас 10%, что прокнет, вы его убьетесь на выстрел в голову. Мне кажется, все будут качать. Кроме того, вы можете удалить все, кроме Хэллоуина, после Хэллоуина, не так ли? Не могли бы вы удалить конфеты, потому что могли бы вы... Наверное, наоборот. Не могли бы вы не удалять конфеты, потому что они напомнят нам о празднике. В чем смысл того, что они исчезли после праздника? Пожалуйста, не удаляйте их, хотя мы больше не можем их находить. Мы все еще можем на них посмотреть. О памяти, о том, как было в бета-версии. Вот типа в Хэллоуине мы находили эти конфеты. Прикольный вопрос, но сумасшедший. У вас будет что-то еще в памяти от этой беты? На самом деле, мы хотели бы оставить эти предметы для вас, но не можем сделать из-за технических проблем. Мы видим, что многие из вас попросили нас оставить праздничные подарки. Приятно, что вам понравилось, и ваши отзывы помогут нам сделать следующие события еще лучше. Это, скорее всего, про Чоппер, наверное, да? Типа ты перекрасил его, и вот, пожалуйста, не удаляй. Может ли вы также ввести функцию укрытия, как в кустах или в разбитых барабанах? Это как в пабге. Тем более, разрабы играли в пабг со мной 2 или 3 раза, чем был. Всяко они, наверное, про это думают. После укрытия они забудут обо мне. Ну, типа, взял, спрятался такой в траве или в кустах, и тебя как бы не видно. Ну, тогда халява получится, как я считаю. Определенно, не в ближайших обновлениях. Мы знаем, что эта функция популярна в играх, в выживании, но не решили, нужна ли она в нашей игре. Нужно ли нам всегда убегать от врага. Я же говорю, они на памятных смотрелись по-любому. Считаете ли вы когда-нибудь текущую трансляцию сеанса As The Dev Team? Ну, вот, поговорите с разработчиками. Да, мы много раз обсуждали вопрос о прямом эфире на Твиче или Ютубе. И мы по-прежнему думаем о том, чтобы превратить эту колонку в этот формат. Типа, у вас может возникнуть вопрос, так почему вы еще не сделали это? Прежде всего, наша команда русская. Во-вторых, некоторые вопросы требуют ответов от наших программистов, других наших разработчиков игр. А они застенчивы. Итак, ваши менеджеры сообщества все еще думают о том, как реализовать идею. Типа, хотят сделать свой Ютуб или свой Твич канал, но это их там захейтит просто. Потому что, когда мы играли в PUBG, и с разработчиками там очень гневные комментарии писали на их канале, о том, что где онлайн, где обновы, вы играете в PUBG. А обновы все нет. И, короче, там трансляция нормальная была, по идее. Ну, дизлайков там было что-то в районе 400, что ли, а лайков там что-то 50. Короче, трансляция, понятное дело, удалена. Но это было користо наблюдать. Будет ли лошадь функционировать как вариация или быть инструментом для фактического путешествия по территории? Он не будет функционировать точно как вертолет, но вы сможете кататься на лошадях по местам и путешествовать от одного к другому. Скорее всего, как чоппер, да? Я так понимаю. То есть по локации ты не сможешь на ней сидеть и как в Ассинкред лупить, допустим, зомби. А ты просто сможешь, наверное, передвигаться. Но если ты, допустим, мотоцикл заливал бензин, то, скорее всего, в лошадь ты просто будешь кормить и все. В этой игре может быть больше саундтреков, а то как-то становится скучно. Возможно, однажды, если мы добавим много треков, игра станет тяжелой. Это может негативно повлиять на общую производительность игры. Не уверен, что это того стоит. Когда вы, ребята, действительно выпускаете, выпустие женского персонажа, нужно будет начинать новый прогресс. Нет, вы сможете продолжать, не теряя своего персонажа. То есть, получается, у нас будет выбор, наверное, один раз. Будем ли мы в состоянии настраивать наш чоппер в будущем? О-о-о, апгрейд чоппера. Как вы планируете, вновь, кресло для пыток. Но это мы уже читали насчет пыток, на самом деле. Ну что, ребят, с вами был Лего. Вот такие вот у нас были вопросы и ответы. На самом деле, вот этот вложек был достаточно интересный по сравнению с предыдущим. Мне понравились пытки очень сильно. И понравилось про настройку мотоцикла. Ну что, решать вам, напишите в комментарии, что бы вы хотели видеть в игре Palazzo Nr Survival. С вас 2000 лайков, а я погнал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok